Всем бобра дорогие друзья, с вами Винди и была найдена одна вещь, которая была пропущена всеми теоретиками по ФНАФ. Хэллоуинское обновление на самом деле несет очень важный факт. Итак, давай еще раз прочитаем то, что Скотт написал о хэллоуинском обновлении. Это важно. А конкретно вот эта вот маленькая часть. На Хэллоуин будет два релиза. Один будет обновление для официальной игры, обновляющей ее до 1.1. Эта версия каноничная, как и всегда. Этот апдейт включает в себя все обещанное, новые челленджи и читы. Также с читами и челленджами он обещал обновить игру Веселье с Плюштрапом. А также будет вторая версия для Хэллоуина с несколькими измененными персонажами и другими косметическими изменениями. Эта игра не каноничная и сделанная просто для веселья. Что отсюда нам надо запомнить? То, что вышло в версии 1.1 в официальном ФНАФ, то канонично. Канонично. Канонично значит относится к сюжету и истории. А это значит, что кошмарный Балумбой официально каноничен и относится к сюжету игры. Замечали ли вы то, что он есть в официальной версии игры 1.1? Вот зашли в саму игру, теперь переходим в Экстра. После того, как пройдет загрузка, пусть она идет, мы увидим там, что игра в Веселье с Балумбоем все еще на месте. В то время, как остальные аниматроники исчезли и стали обычными. Я это сейчас вам все покажу. Значит смотри, вот мы видим саму игру с Балумбоем. А вот мы при помощи джампскейеров видим, что Фокси, Чика, Бонни все старые и обычные. Давай на всякий случай зайдем в саму игру с Балумбоем и я тебе покажу, что он точно такой же, как и в Халуинской версии. Кошмарный, зубастый Балумбой. Ты можешь сказать, ой, да это обычный косяк Скотта, он просто неправильно вставил мини-игру в неправильную версию. Тоже нет, сразу после того, как он выпустил эти две версии, он выпустил сообщение в Стиме, что все выложилось на удивление как надо и все работает как запланировано. А значит он запланировал, что Балумбой будет в каноничной и официальной версии 1.1. А значит этот персонаж является относящимся к сюжету игры. Он единственный из новых кошмарных аниматроников относится к сюжету игры. Кошмарная Марионетка, Кошмарная Манго, Кошмарная Чика новая. Все они не относятся к сюжету игры, потому что они в Халуинской версии игры. А Балумбой находится в официальной и каноничной версии. Значит ребенок его видит наравне с Плюштрапом в своих снах. Также мы знаем, что Балумбой как аниматроник появился только в ресторане из ФНАФ 2. Ведь раньше о нем нигде не было ни упоминания. А это доказывает огромное количество вещей. К примеру, мою старую-старую теорию о том, что ФНАФ 4 и ФНАФ 2 технически происходят примерно в одно и то же время. Но не буду всем этим вам забивать голову в одном видео. К этому мы всему еще вернемся в следующих теориях. На этом все. Надеюсь вам понравилось. Всем пока-пока-пока. Удачи!